Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать небольшое видео-дополнение к видео по закону 14.2013. Для тех, кто еще не знает, для тех, кто не смотрел первое видео, хочу сказать, что этот закон представляет собой, пожалуй, самый простой способ на сегодняшний день для профессиональной эмиграции в Испанию, то есть для эмиграции в Испанию с правом на работу. Поэтому, если вы планируете переезжать, жить и работать в Испанию, то настоятельно рекомендую вам посмотреть первое видео, также посмотреть это видео-дополнение, вполне возможно, оно окажется вам полезным. Прежде всего, хочу сказать, что в последнее время на сайте испанской странхерии обновилось достаточно много материала, посвященного данному закону, обновились некоторые бланки заявлений, а также прояснили стоимость рассмотрения заявления в Ухисе. И на сегодняшний день стоимость заявления разрешения на проживание и работу в Испании у Ухисе составляет 76 евро. И в целом рассмотрение заявления плюс оформление карточки резидента на 2 года уже на месте обойдется примерно в 100 евро. Второй момент заключается в том, что опубликован список так называемых стратегических отраслей испанской экономики. Это очень важный момент, так как по закону 14.2013 для того, чтобы иметь возможность пригласить специалиста, компания должна удовлетворять одному из критериев специальных. И вот в частности одним из критериев является то, что компания входит в стратегический сектор экономики. Какие это секторы экономики? Прежде всего это информационные технологии и телекоммуникации. Я так думаю, что это сразу покрывает значительный сегмент рынка, так как информационные технологии в принципе сейчас практически везде. И телекоммуникации также играют значительную роль в современной жизни, в экономике. Следующее это возобновляемые источники энергии. То есть все, что относится к энергии ветра, приливной энергии, солнечной энергии, это также популярно сейчас в Испании и является стратегическим сектором экономики. Следующее это так называемая Сиенсиас де Салют. Насколько я понимаю, сюда относятся все медики, а также специалисты, так или иначе относящиеся к здоровью человека. То есть различные диетологи, физиотерапевты и так далее. Следующее это специалисты по охране окружающей среды. Сюда относятся переработка мусора, чистка воздуха и подобные вещи. Я, если честно, в этом не очень силен, поэтому не могу вам назвать какие-то еще специальности, которые бы относились к охране окружающей среды. Следующим отдельным пунктом идет очистка и переработка воды. Насколько я понимаю, в Испании пока не стоит проблема пресной воды, так остро, как скажем на Кипре. Но тем не менее, очевидно, что они думают о будущем. Поэтому вот специалисты по очистке и переработке воды также сейчас востребованы. Следующее это биотехнологии и фармакология. Я думаю, что специалисты по фармакологии сейчас, в принципе, востребованы в любой стране мира. И вот, да, в Испании тоже фармакология и биотехнологии входят в стратегический сектор экономики. И последнее это специалисты по космосу. То есть все, что касается космоса, аэронавтики, также входит в стратегический сектор экономики. То есть, насколько можно видеть, данный закон, в принципе, применим не только к айтишникам, как многие считают, что айтишникам уехать проще всего. Как видите, нет. Есть достаточно много различных секторов экономики, которые являются стратегическими в Испании. Поэтому, если вы являетесь специалистом в одной из перечисленных областей, то у вас есть неплохие шансы устроиться, жить и работать в Испании. И последний момент, который я хотел бы затронуть в сегодняшнем видео, это мошенники. К сожалению, в связи с тем, что в последнее время появилось достаточно много случаев успешного оформления по данному закону, появились также различные мошенники, в частности в интернете, которые предлагают различного рода платные консультации, а также быстрое оформление вида на жительство по данному закону. Что хочу сказать. К сожалению, мошенники были всегда. И стоит очень внимательно проверять работодателя, к которому вы собираетесь устраиваться. Так как буквально за последний месяц ко мне в скайпе обратилось три разных человека, между собой незнакомых, то есть три семьи, которые как раз планируют переезд в Испанию по приглашению компаний. Какой конкретно компаний я не знаю, никто из них мне компанию не назвал пока. Все они получили предложение от компаний из Барселоны. В принципе, неудивительно, Барселона достаточно крупный город, там очень много различных компаний, в том числе и крупных. Так вот, в чем интерес? Прежде всего, все они сказали, что им предлагают очень высокую зарплату. Я не стал интересоваться, что именно они считают очень высокой зарплатой, то есть какую сумму. Но я так понимаю, что речь шла о 50 тысячах евро в год и выше. То есть действительно очень неплохая зарплата. Но при этом компания во всех трех случаях, я не знаю, это одна и та же компания или разной компанией, но тем не менее во всех трех случаях компания отказалась оформлять семью работника, то есть оплачивать переезд семьи, предложили самому работнику. То же самое касается всех документов и пошлин. То есть переводы всех документов и все пошлины работник должен оплатить самостоятельно. Причем, как все понимают, оплатить эти пошлины и перевод документов невозможно, не находясь в Испании. То есть идея такая, что работник переводит некоторую сумму на оформление документов потенциальному работодателю, и работодатель уже якобы на эти деньги осуществляет все оформление. Плюс, что меня тоже насторожило, появляются совершенно неадекватные суммы. И в двух случаях из трех описанных просили за оформление дополнительных членов семьи две тысячи евро. Это не включая переводы и пошлины. То есть в сумме получается где-то две с половиной тысячи евро за оформление семьи работника. Что хочу сказать. Если не брать в расчет именно перевод документов присяжным переводчикам, а также оплату различных пошлин, то все дело, которое необходимо сделать посредникам в данном случае, это отнести документы, то есть сдать документы на рассмотрение в УХСЭ. Стоить две тысячи евро это не может никак, абсолютно. Даже если вы будете ехать из другого региона Испании на такси, то все равно туда-обратно выйдет меньше, чем две тысячи евро. Гораздо меньше. И скорее всего это все-таки мошенники. Поэтому я призываю всех, кто хочет переехать в Испанию, быть максимально осторожным. Максимально проверять своего работодателя, конечно же, по возможности. А также стараться обращать внимание на такие моменты, когда с вас пытаются получить деньги при устройстве на работу. Вообще моя позиция по этому вопросу такова, что если вы устраиваетесь на работу, то никаких денег дополнительно вы за это платить не должны. Платить должен работодатель. Если работодатель не желает платить две тысячи долларов за оформление вашей семьи, при этом предлагает вам достаточно большую зарплату. Скорее всего что-то здесь не чисто и стоит дополнительно все перепроверить. Вот такие вот новости. В описании под видео я оставлю ссылки на дополнительные материалы, которые вышли на сайте Экстранхерии, на заявления, на квитанции для пошлин и так далее. Надеюсь вам было интересно. Если остались какие-то вопросы по этому видео или вообще по эмиграции в Испанию, пишите в комментариях или в скайпе. Буду рад вам помочь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Удачи. Пока.